Ну и давайте мы теперь перейдем уже к нашей конкретной теме, посмотрим действительно, что нужно, чтобы человек изменился уже в наших реальных условиях, какие предпринял шаги и вообще с чего мы все это начинаем, чтобы потом действительно встать на путь выздоровления и быть подобным Христу. Затем мы хотим уподобиться Ему, правда? Конечно. Быть похожими. И вот вчера мы как раз с вами говорили о том, какие признаки есть у зависимости, почему люди отрицают свою зависимость. Ну это примерно как, знаете, как если помидора будет говорить, не надо, со мной все хорошо, ну и что, что я зеленый, ну и то, что я невкусная, да, ну и то, что я там не расту. Мне самое главное, чтобы вокруг было так все симпатично и мило. Ну глупо такое от помидора слышать, да. А то же самое и здесь может быть. Если человек отрицает свою проблему, он никогда из нее не выберется. Значит, вчера мы уже об этом поговорили, о том, что не надо отрицать свою проблему. И сегодня мы поговорим с вами о характеристиках человека, который находится в зависимости, характеристиках вот такого зеленого невкусного помидора. Итак, первая характеристика, человек, который аддиктивен, который находится в зависимости. Это сверхчувствительность. То есть такой человек, он человек без кожи. Он уж если чувствует, то вот любое прикосновение к нему – это взрыв. Либо положительный, либо отрицательный. Ну, чаще, конечно, негативный. Но в любом случае, каждое слово он воспринимает уже на пике. Такие люди вам скажут, ты на меня почему так посмотрел? Ты почему со мной не таким тоном поговорил? Ты почему мне этот вопрос задал? А почему это ты вот так произнес? А почему ты меня сегодня назвал не по имени, не отчеству? Вы знаете, ну вот все, что бы вы ни сказали, вот такое впечатление будет, что человек просто воспринимает, вот как будто у него нет кожи. Максимально болезненно. Следующая характеристика человека зависимого. Это сверхреакция. У него сверхреакция на все то, что вы делаете, что вы говорите. Реагирует быстро, тут же и сразу проявляет все свои эмоции. Он обижается на то, что вы ему делаете замечание. Или обижается на то, что вы ему не сделали какого-то замечания, не обратили на него внимания. Он обижается на то, что вы ему сказали комплимент, что ты надо мной издеваешься. Или может поднять крик, что вы не сделали ему комплимент, что он что-то сделал хорошо. Он может чувствовать себя неловко, если вы за что-то похвалили. А в другой стороне может обидеться, если вы его не похвалили. Понимаете? То есть идут вообще максимальные свои реакции на все то, что... То есть с такими людьми даже не знаешь, как общаться. То есть это действительно конкретный человек без кожи, да блюш со всеми сверхреакциями. Страшно даже к этому человеку подходить, порой бывает. Кроме того, у такого человека присутствует необъективность. Он не может объективно оценивать то, что случилось, что произошло. Для него все однозначно. Вот жена дала на бутылку, хорошая жена, нормальная, молодец. Не дала, все, все плохие, все вокруг вообще, все рушится. То, что с ним происходит, он объективно оценить не может. То есть, ну какая уж это объективность, если мозг болен? Понятно. Но просто здесь нужно уже принимать, он так ведется, и не потому, что он был жив. Не потому, что он просто по натуре какой-то порочен. У него мозг болен. И уже от мозга идут все пороки, вся лживость, вся необъективность, и вся вот эта вот неадекватность. То есть, как бы вот это вот нужно еще раз нам уяснить, что человек не может отвечать за свою болезнь. Он может отвечать за выздоровление. Но пока он болен, то уже ничего с ним не сделает. Вот он такой. И следующая характеристика зависимого человека, это иллюзии. Но вы знаете, что самое интересное? Он верит в эти иллюзии максимально. Вот он искренне верит, что вот если сейчас они все переедут жить в другой город, все наладится. Все будет совсем иначе. Вот если сейчас они едут в деревню, заведут корову, все изменится. Он будет как-то начнет пить настоящее молоко, сразу он пить перестанет. Понимаете? Он в это искренне верит. Он верит искренне. Как только он сменит работу, все, там на другой работе будет все совсем иначе. Но уж с понедельника он точно начнет новую жизнь. До новой работы с понедельника еще когда корова будет стоять в стойле. Понимаете? Он искренне в это верит. Он искренне верит в то, что если уехать из России куда-нибудь в Америку, в Германию, в Австралию, вот там точно все наладится в его жизни. Он точно уже пить не будет, не будет зависимым. Понимаете? Он живет иллюзиями, такой человек. И он вам будет доказывать, что все вокруг виноваты. Вот как стоит ему только поменять что-то в своей жизни. Вот именно обстоятельства. Все изменяется. Ничего не меняется. И не изменяется. Да. У меня просто вот к характеристикам вопрос. Я знаю, что алкоголики сами по себе, когда вот им что-то нужно, они могут так поставить, так объяснить, так обрисовать, так поставить свою позицию, что человек, казалось бы, давно его знающий, знает, в душе где-то внутри верит, вернее не верит ему, знает, что человек врет. Но все равно каким-то образом алкоголику удается убедить человека, что вот это вот ему необходимо в данный момент. Как вот это вот можно понять? Допустим, жена может, я все, я не буду пить, вернее муж жене говорит, что я не буду пить, я пойду с друзьями, я просто посижу, в результате приходит домой пьяный. Причем жена верит, что он придет домой трезвый, как он говорит. Мы об этом будем говорить очень подробно завтра. Почему люди верят таким зависимым и алкоголикам? Потому что они сами начинают быть зависимы от этого. Они сами попадают в эту зависимость. Вот еще вы говорите, явные характеристики созависимости. Вот и завтра мы, сегодня, я думаю, мы даже уже успеем начать, начнем, и завтра мы у нас будем подробно целый день именно на вопрос созависимости. Это серьезная тема, да. Ясно, спасибо. Вот. Ну и знаете, здесь у нас презентации нет, мы давайте с вами напишем шаги зависимого поведения. Мы подробно попозже вернемся. То есть, как эти характеристики, которые мы говорили, характеристики зависимого человека, становятся явными налицо. То есть, вот, что происходит, когда человек вроде как нормальный, все у него в порядке. Ну, изредка подыгрывает, изредка выпьет, изредка... Иногда там в интернете посидит, и вдруг, в какой-то момент, понимаешь, через год или там через два года, мы видим, это уже совсем другой человек, это зависимый человек, который не может без этого, без алкоголя, без наркотика, без интернета, без шопинга, без порно. Без порно. То есть, самый первый шаг, который человек предпринимает, попадая в зависимость, это я это сделаю время от времени. То есть, время от времени. Прямо можете, прям этот шаг как назвать? Первый шаг, время от времени. Употребляю вот эту вот дозу. Причем не важно, дозу порно, дозу алкоголя, дозу шопинга. Можно написать дозу в кавычках, да? То есть, доза это такое, образное понятие. Доза, время от времени. следующий шаг, это доза для снятия напряжения. Просто снять напряжение надо. Доза для снятия напряжения. Это он сам для себя так объясняет, да? И сам, ну да, и для других. Ну, ну вообще, это уже шаг, это уже он встал на следующий шаг. Зачем ты напился? Он такой день был сложный, чтобы прийти домой нормально, вот я крошечку выпил, но потом понесло. Снять вот этот вот стресс, надо же было. Да, ну то есть. Я вообще не пью, я только вот, когда вот такие вот дни бывают, а так вот я вообще не пью. Следующий шаг, это снятие чувства вины. Это уже следующий шаг. То есть, вроде как, слишком много получается дней напряжения, приходишь домой, и знаешь, что жена опять будет недовольна, или там дети опять будут на тебя коситься, да? Вот, ну и вот, чтобы заглушить это чувство вины. Или ругаться за то, что ты вчера выпил. Я же виноват в этом, но лучше чуть-чуть выпью еще, чтобы вот это все воспринимать, ну так, мимо меня пролетает. Вот, для снятия чувства вины. Следующее, уже идет агрессивность без зависимости. Без употребления. Если я не употребляю, я становлюсь агрессивным. И это уже становится явным. И жена тоже знает, если не дам на бутылку все, я могу. Получить в глаз, да? Да, и выходит синяком. Да. То есть, это уже агрессивность без дозы, это уже следующий шаг. И следующий шаг, когда уже идут попытки. Остановиться, но происходит срыв. Проблема, деградация. То есть, попытки, срыв, проблема, деградация. Это уже идет, следующие, так сказать, явные уже признаки, когда люди, как правило, уже здесь начинают обращаться за помощью. Вот в первых случаях они за помощью не придут. Они придут только на последнем шаге. И наша задача с вами, помните, как мы вчера этот график писали, не дожидаться вот этого последнего шага, а максимально проводить профилактику людей, чтобы они не доходя, так сказать, до дна, где они могут уже не выплать, а в каком-то моменте достучаться до сознания и начать уже работать в том состоянии, когда у них еще много сил. И мы эти шаги сейчас, ну, чуть попозже, проговорим более подробно, каждый, что означает. Ну, просто сейчас, чтобы вы вот как бы... просто сейчас мы обозначили эти шаги. И, соответственно, что любая зависимость разрушительна. И она разрушает все аспекты человеческой сущности. Понятно, что на первом шаге разрушения не так видны, на последнем шаге разрушения явно. Скажите, на физиологию человека зависимость влияет? Конечно. Болезни появляются? Да. Какие, например? Печень и внутренних органов. Печень, все. Нервная система. Нервная система. Сердце от этого здоровее становится? Нет. Нервная система тоже разрушается. Давление, все... Кровеносная система. Кровеносная вся система. Практически вся физиология постепенно сходит на нет у человека. Понятно, что на первом шаге время от времени это не так заметно, на последнем шаге там все явно. Психическая и психологическая сущность человека, то есть на психологию влияет? Однозначно. Отношения у человека меняются с окружением? Эмоции меняются. Эмоции меняются? Чувственность, все, восприятие. Мысли, вот психическая структура, мысли о том, что надо сделать, как это сделать, на принятие решений влияет употребление? На разум влияет, на восприятие информации. Человек, больной мозг уже совершенно начал воспринимать любую информацию. То есть вся психика, вся психология, понимаете, она уже движется все в состоянии разрушения. То есть мы-то думаем, что человек мыслит так же, как и мы, и мы начинаем с ним разговаривать на уровне здорового мозга. А он-то больной? Он больной, там мозг совершенно больной. И поэтому, понимаете, нам нужно эти вещи себе понять, вообще, как, на каком шаге человек слышит? И как, на каком шаге вообще, что он может услышать? Вот мы поэтому сегодня прям подробно каждый шаг будем разбирать, чтобы мы знали, на каком этапе как с человеком разговаривать, что он в состоянии услышать, что он не в состоянии услышать. Влияет на социальную сферу человека. Скажите, окружение вокруг этого человека меняется? Конечно. Конечно, меняется. Даже те, кто остался из прежней жизни, они тоже уже изменены, они другие совсем. Они совсем иначе живут. Они зависят от того, какой человек, в каком он состоянии, что он делает. И он избирает тебе совершенно другую социальную среду. А то он вообще может уйти в другой круг общения, других друзей себе искать. Ну, конечно же, духовная, составляющая духовной сущности человека. Ценности у такого человека меняются? Он начинает уже... Смысл жизни какой у него приобретает? Раньше он хотел заработать, воспитать детей, сделать жену счастливой. Теперь он думает о чем? О зависимости. Где найти? Дозу. Где найти дозу? То есть, его величество доза. Теперь руководить человеком. Вот он, Господь в его жизни. Доза. Да? Бог в его жизни доза. То есть, все ради дозы. Ну, доза опять мы доза в кавычках. Интернет или порно-сайт или игровой автомат, рулетка, что? Шопинг, магазин. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com И вот здесь мы написали, обозначили такой эксперимент, который провел Джеймс Олтс. Кстати, этот эксперимент повторили и повторили многие другие ученые. Ну, вот Джеймс Олтс, он показательно очень изобразил этот эксперимент. В 1953 году он сделал такой эксперимент. Он взял крыс и вживил им в головной мозг, вот в эту самую олимбическую систему в центр удовольствия. Ну, тогда это еще не назывались олимбической системой. Тогда это был просто центр удовольствия. Вживил такие маленькие электротики и если эта крыска нажимала лапкой на какую-то педаль, на определенную педаль, то проходил импульс и центр удовольствия получал удовольствие. Получал импульс, а она получала удовольствие. И она получала удовольствие. Ну, кайф, да, такой. И вот стали наблюдать, как будут себя вести эти мыши, зная, что нужно нажимать на эту клавишу и получать можно можно получить удовольствие легко то есть для этого совсем не обязательно покушать что-то вкусное то светки там лежала и вкусная еда в клетке были самцы и самочки то есть принципе так бы оставили все возможные варианты крысам жить нормальной жизнью при этом получая в углу была педалька и вы знаете к чему пришли крысы все чаще и чаще подвигали к этой педальки и нажимали на нее и потом дошло даже до того что они забывали в туалет сходить они просто стояли и жали на эту педаль и все крысы нажимали 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 они постепенно умерли от того что уже все они не ели не в туалет не ходили они умерли от того что слишком перевозбуждался центр удовольствия а умерли именно от того что действительно вот вот в этом вот избытке удовольствия когда все остальное сходит на нет все остальное разрушено практически Все разрушалось в них, в том числе и их физиология. То есть, по идее, действие было, ну, желание хорошим, получить удовольствие, да? Но вот что они делали, чтобы получить удовольствие? А ничего, просто нажимали педаль. Вот помните, мы вчера сказали такую вещь, что если мы получаем вознаграждение без прикладывания усилий, это разрушает все структуры человеческого организма. То есть, как бы это вот как раз та самая мысль, которую в этом эксперименте показано. То есть, есть некоторые аспекты, которые позволяют нам испытать это удовольствие, да? Но если мы применяем при этом искусственные, то они разрушают нас. Потому что ведь наш мозг знает, когда нужно выпустить какое количество эндоморфина. Наш мозг четко знает. Когда нужен этот адреналинчика пустить в кровь. Да, когда нужен серотонин, то есть, в принципе, наш организм удивительно устроен. Но когда в нашей жизни происходят какие-то стрессовые ситуации, мы вместо того, чтобы думать, вот как это здоровым образом эту стрессовую ситуацию разрешить, намного же легче, знаете, как, нажать на педальку, образно говоря, и получить эту дозу. Но потом лимбическая система это запоминает, и она нас заставляет. Что можно получить без усилий. И мы возвращаемся к этой же самой педальке. И в случае стресса мы говорим, а зачем? Вот я сейчас быстренько сниму стресс, а потом, ну, уже постараюсь после этого, когда уже в норму войду. А потом уже не получается, потому что вот эти связи между нервными клетками выстраиваются, и уже ты идешь по ним, по наезженному колее. Да, и становишься рабом вот этих самых выстроенных связей. Хотя, по большому счету, не человек для мозга, а мозг для человека создан. А человек становится, видите, вот таким вот рабом вот этой самой педальки, которая встроена в его мозг. Даже когда, ну, допустим, не курил человек, да, начинает курить, да, у него еще как бы организм еще не адаптировался к этому курению, то есть ему проще бросить это курить. А когда он продолжительно курит, то организм уже, и физиология перестраивается, и психика перестраивается, ну, короче, и все перестраивается. Ему уже труднее бросить, то есть через страдания больше приходят. Я когда бросал курить, у меня вот капилляры начали рваться, понимаете? То есть я 30 лет прокурил, 25, и начал бросать. Вот, у меня физиология начала перестраиваться. Я думаю, ну, у меня понимание было, что я вообще умираю. Оказалось, все нормально, вышло. Естественно, конечно. То есть сложнее человеку. Прожил этот абсцинентный синдром, то есть ломку. Да, 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 ломку это. Привыкание к новой жизни организма без этой дозы. Да, и все. И дальше опять можно жить. Можно жить. Но опять, на это ушло ведь ни день, ни два, ни три, на это ушло месяцы. Может быть, как раз те же самые полтора-два года, когда действительно поняли, что тяги нет. Ну, когда это вы сейчас говорите полтора-два года, мне тогда говорили, что надо пять лет для того, чтобы вообще, не то, что там тяга прошла, да, а чтобы даже в эти, вот как он, ацетон, это все последствия, короче, вывести. Но все равно, Андрей, согласитесь, что если сейчас возникает какая-то стрессовая ситуация, мысль возникает. Купи. А может быть. То есть, в любом случае, другое дело, возьмем мы это или нет, это другой вопрос. Но в любом случае, понимаете, оно никуда там, окончательно это не вычстишь. Вот в чем дело-то. В любом случае, вот в любых стрессовых ситуациях какие-то мысли, они все равно будут проскальзывать. Но другой вопрос, как мы, пойдем к этой педальке? Или мы все-таки не пойдем к этой педальке? Я понимаю, о чем вы говорите, но у меня конек в другом был. В этом у меня пока проблем нет, слава богу. То есть, я на этом не застряю. У меня другой был, другая проблема, да. Вот в той проблеме, да, вы правы, мысли возникают всегда. И даже сейчас, на данный момент, ну, просто когда-то не было возможности здраво вот так вот понимать, как в той или иной ситуации себя вести. А теперь уже как бы и возраст, вроде зрелость как бы приходит, я считаю так. То есть, есть те рычаги, которые надо нажимать в определенный момент. То есть, допустим, ходить мимо, по другой улице, будем так говорить. И мы сейчас вот хотим вам показать мозг. Вот про это вы говорили, да? Да. Вот это как раз мозг здорового человека и мозг человека зависимого. Или аддиктивного. Вот посмотрите внимательно. От любой зависимости. От любой зависимости. То есть, дело в том, что вот эти связи формируют или не формируются, да, вот когда они перенаправляются из конструктивного в деструктивное русло, влияют на мозг совершенно в одинаковом плане. Но сразу хотим вам сказать, потому что бывают такие, знаете, разночтения. Люди говорят, вот мозг у аддиктивного человека дырявый. Просто однажды мы слышали такое, естественно, а в зале сидел медик. Когда мы показали вот этот снимок, он говорит, о, точно, дырявые мозги, он ничего не помнит. А в зале сидел медик, говорит, ничего подобного. Я, говорит, сама лично припарировала много. Мозг не может быть дырявым. Он говорит, мозг совершенно не отличается, по большому счету. Просто вот там, где вот эти вот пустые места, это означает то, что вот в этом месте мозг заблокирован и не работает уже. Не функционирует. То есть это специальное такое исследование, да, вот такая томограмма мозга, которая показывает только те участки мозга человеческого, которые включены в функционал, которые функционируют. Понятно? То есть вот эти вот не на самом деле дырки в мозгу у нас, а это, знаете, то есть это вот, вот посмотрите. Бездейственные участки. Ну да, можно так сказать. Которые заменили внешними вот этими всеми препаратами. Вот, то есть они не действуют, они же не в состоянии воздействовать на жизнь человека. Вот посмотрите, вот такая картиночка. И вот скажите, вот такой человек, ну, будем говорить, мягко говоря, с дырявым мозгом, да, вот он способен услышать нашу логику во всей полноте, как мы ее можем услышать? Не способен. Доводы логические. А адекватно воспринимать и чувствовать то, что происходит вокруг него, он может? Понимаете, поэтому требовать вот от такого человека каких-то, знаете, духовных моментов, каких-то, знаете, здравых решений, это глупо. Опять, это то же самое, как требовать от чахоточного человека, который болеет туберкулезом, не кашлять. Это глупо. Но человек вот с таким мозгом, он отвечает за свое выздоровление. Вот если ему показать такой мозг, он скажет, ну и плевать. Вот за это он отвечает. Вот за это слово он ответил. Но если он скажет, да, я хочу лечиться, вот тогда он... Я хочу восстановить опять все то, что было у меня раньше, прийти к здоровому состоянию. И вот тогда он опять будет отвечать за свое выздоровление. И тогда уже можно с ним говорить. И работать. И, ну, естественно, возникает вопрос. Вот, знаете, люди, когда видят такой, говорят, ну что, если я с таким мозгом, теперь что, теперь же все. И вот тогда вы говорите с следующей информацией, что мозг до конца жизни пластичен. Мозг до конца жизни восстанавливается. Да, конечно, на 100%. Вот таким он не станет. Но до 80% восстановление подлежит. Это же замечательно. То есть практически человек приходит в норму даже, в замечательную норму, в состояние прийти. Но для этого нужно работать. И нужно время полтора-два года, и, конечно, специалист. Скажите, а вот количество дырок, оно как-то влияет на количество зависимостей? Чем больше зависимостей, тем больше вот такой вот... Ну, это вот среднее. Это среднее. То есть есть, где человек уже полностью зависимый, там очень большие дыры. Есть фотография, где вот человек, ну, ребенок, ему получил удар клюшкой по голове во время игры в хоккей. И вот сняли вот томограмму мозга, когда ему было уже под 40. Там очень большая в этом месте заблокированная дыра. Ну, если говорить нашими с вами дыра, ну, это, конечно, был заблокированный, огромный заблокированный участок мозга. Представляете, то есть постепенно вот эта вот блокада, она в течение жизни у него вот так вот прогрессировала. А не проводили вот это исследование, чтобы как бы черту провести? Вот есть такое, да, понятие, амнезия, не понятие, а болезнь, амнезия, там вот такие вот... Ну, болезнь Альтгеймера. Да. То есть, вот болезнь Альтгеймера. Воздействует зависимости вот именно на эти болезни. Конечно, такие исследования все проводятся, это естественно. И вообще взять вот простой пример. Человек, когда он пьет, он же не помнит, что был вот когда-то где-то. Да, 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 да. Вот, ну вот, я знаю, что... То есть, влияет и на память, и на все. Но, в принципе, восстановить возможно. Вот если захочет, то разблокировать эти участки можно. Конечно, полностью, все эти связи полностью не восстановятся. Но разблокировать и начинать строить новые связи, положительные, полезные, конструктивные связи, это вполне возможно. Ну, важно, конечно, не доводить до такого состояния, когда же неизлечима. Ну, скажем, та же самая болезнь Альтгеймера, что мы про нее сказали, она неизлечима на данном этапе. Вот, поэтому, ну, не доводи себя. Ну, вот, скажем, уже узнают, что есть такая связь между этой болезнью и ударами по голове. То есть, чем больше травм человек получил, тем больше у него возможности все-таки в конце жизни прийти к этой болезни. То есть, эта уже связь точно установлена. Вот связь с зависимостями я... Пока мы не видели. Мы не видели. Может быть, есть такие исследования. Исследования, конечно, проводят, потому что очень много институтов головного мозга, которые исследуют это все. Да, но пока вот мы данных не видим. И последнее, что мы сейчас хотим показать, еще одну фотографию. Посмотрите, мозг ребенка в утробе у матери. Вот это у здоровой матери, это у матери, которая употребляет... То есть, справа здоровый мозг у здоровой матери. У ребенка. У ребенка, да. Шестинедельный ребенок в утробе у матери. Вот это мать, которая здоровая, там мать, которая курит. Меньше, да? Не просто меньше, но и посмотрите, он несколько... И по весу, и по серому веществу, по поверхности все гораздо меньше. И по бороздам, да. То есть, с левой стороны у нормальной матери, здоровой матери. С правой... С левой... Так. С правой от нас. В зависимости от того, что... Это именно табакокурение или... Да, это именно табакокурение. Это именно табакокурение. Просто мы специально взяли вот такую вот. Чтобы просто мы могли... Мы девочкам показываем школу, говорю, вот смотрите. Что происходит с вашим ребенком? Девочки часто говорят, у меня мама курила, и ничего, я нормальная. И нельзя курить, когда становишься беремен... Бросать курить, когда становишься беременна. Это стресс для ребенка. Мы говорим, вот смотрите, девочки. Когда показываешь конкретные фотографии, тут уже, знаете... Вот фотографии может дать больше ответы. И вообще, лучше увидеть, чем сто раз услышать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok